Девушки отдыхают Но кто решает, что будет модным и что такое стиль? Об этом расскажет в своем сюжете Полина Винокурова. Праздник моды, красоты и стиля. Сегодня более 30 дизайнеров брендов одежды представят свои коллекции. Они совершенно разные. Мужские, женские, очень много детской моды, очень много спортивной одежды и, конечно, много вечерней платьи. Главное место праздника – это подиум. Здесь постоянно проходят показы. К зрителям выходят модели в нарядах от лучших дизайнеров одежды. Темы самые разные. Футбол, свадьба, черный цвет, яркая Мексика. Не вся одежда здесь для того, чтобы ее носили. Нет три модели, как картины в музее. Их можно только рассматривать и восхищаться. Каждый дизайнер – это немножко художник. Например, Арина Зайцева свою коллекцию придумала по собственным картинам. Они так увлекли ее, что не захотелось останавливаться. Во время того, как пишут картины, я отдыхаю. И морально, и физически. Могу настолько в это погуляться, что целый день сидеть и писать одну-тюшую картину. И в итоге творить и создавать. Пока в зале, где идут показы все строго и четко, за кулисами кипит жизнь. Кто-то репетирует, кто-то красится, кто-то фотографируется, а кто-то фотографирует. Все красивые. Но главное здесь – все можно как следует рассмотреть. Ведь когда ты сидишь в зале, а модели ходят по подиуму, не получается изучить все наряды внимательно. А за кулисами – пожалуйста, ходи и любуйся сколько хочешь. И заодно узнавай, что модное в этом сезоне. Вообще в этом сезоне, если говорить о моде, модно белые, голубые цвета. А модно, конечно, одеваться теперь в ульяновское и в российское. Потому что у нас действительно очень много классных российских брендов. И даже сегодня я во всем ульяновском. От ульяновского производителей, от ульяновских дизайнеров даже эта сумочка красивая, распизная у меня. Для таких сумочек на неделе моды есть специальное место. Это дизайн-маркет. Специальный модный базар. Тут и одежда, и украшения. И даже кокошники. Все настоящие модницы толпятся здесь. И уходить отсюда совсем не хочется. Жаль, что неделя моды не длится вечно. Но ничего, через полгода она повторится. Главное, не думайте, что это только для взрослых. Дети же тоже любят быть красивыми. Тот, кто говорит, что счастье не купишь за деньги, просто никогда не имел своего щенка. А тем, у кого он уже есть, стоит посмотреть наш сюжет о детском садике для самых милейших созданий. Все о воспитании лучших друзей человека в сюжете Риты Мироновой. Друзья нужны всем, как и собакам. Чтобы они не скучали дома, для них придумали специальный детский сад, где они могут найти друзей и красно повеселиться. Они маленькие. В основном все они маленькие. Конечно, щенок в процессе игры, в процессе догонялок, в процессе игр с игрушками, в процессе покусывания друг друга, они учатся. То есть это такой своеобразный учебный процесс, в котором собаки учат друг друга. Ну, основа, конечно, социализация. Чем собака больше знает окружающий мир, себе подобных, то есть других собак, кошек, птичек, тем она будет в жизни более спокойней. Здесь почему нет владельцев? Просто потому, что если сюда завести владельцев, то они будут только на них. Да, очень многие собаки будут находиться вот в этой вот защитной зоне. Они должны между собой все-таки общаться. А наша задача, чтобы собаки общались с другими собаками. Лежать. Жан, лежать. Давай. Молодцы. Ой, молодцы какие. Хорошо, браво. Держите. Дети, сидеть. Хорошо, умницы. Браво. Молодцы. Любая собака, если найти должный метод мотивации, готова учиться. Они готовы, им нравится самое главное. Но процесс обучения должен устроиться, естественно, на том, что и владельцу, и собаке этот процесс нравится. Это команда, которая сделает все за кусочек. Это команда «Кружись! Хорошо! Кружись! Молодец!» Скажите, пожалуйста, какие команды должна собака знать обязательно? Ну, вообще, наверное, основные команды – это пациф, потому что на улице очень часто так бывает, то что собака может убежать от владельца. Или, ну, как-то вот получилось то, что выскочила из поводка, а еще что, чтобы мы смогли ее подозвать. Если мы не знаем, как собака берет еду, то, соответственно, вот, открытая ладошка, тогда собак точно не прикусит почек. Вот, дети, там. Вот, 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 вот. Все. Очень хорошая у нас цель, которую мы преследуем, чтобы собаку выплеснула энергию, чтобы она устала, она домой приходит, наигранная, натренированная. Да, владельцы просто от этого у нас кайфуют. Собаки очень привязываются к людям, нас, конечно, знают. Да. Вот, поэтому даже если у меня не будет еды, но я присяду, естественно, они все бегут ко мне, потому что просто уже мы общаемся, мы друг дружку знаем хорошо. Да, Боня? Да, скажи. Это любовь, это, наверное, жизнь, и эта жизнь немножко отличается от, например, какой-нибудь офисной работы, очень сильно отличается. Мой дом – моя крепость, а моя комната – мой маленький мир, и у каждого он свой. Но вы когда-нибудь задумывались о том, как выглядят комнаты детей из разных стран? Спросим об этом у наших друзей. Привет, сегодня я вам покажу мою комнату. Вот моя кровать, вот здесь игрушки, здесь века, который Ташмхал. Здесь наклейка, вена, здесь книжки, еще много сунгеров и вена. А здесь я храню мои книжки Дарри Поттера. Еще здесь у меня есть стул и стул, где я занимаюсь. Вот мой гардероб. И последний. Вот твоя банная. У меня есть какие-то любимые месички. Во-первых, тут. Я люблю читать, тусоваться. Тут я мастерю проекты и делаю уроки, когда надо. И, наконец-то, тут. Я люблю уезжать, говорить с друзьями. Говорю, смотрю в окошко, столбиком. И вообще просто, делаю, что хочу тут. Все мне давно переехали в Новый дом. И мы только распаковываем вещи. И сегодня я вам покажу, где у вас нужны в вас. Здесь спит мой братик, а там я. И что я люблю в комнате? Во-первых, это моя кровать. Я на ней люблю лежать и спать. Второе, это мой стул и стул. Я здесь люблю делать вот такие вот поделки. И я люблю вот эту вот корзиночку со сладостями. Я люблю мои игрушки. И особенно я обожаю вот эту. Это моя любимая. И еще я люблю спать на моей кровати, потому что она очень мягкая и очень хорошая. Привет! У меня есть шкаф, игрушки, кровать, книги, машинки, поделки, и фотографии. Это все в моей комнате. Привет! Это моя комната. У меня есть кровать, шкаф, тумбочка, игрушки, подушки, фотографии, сунне, шумельни и в гости. Пока! Хоть у нас весна, но на улице холодно, нет цветов, и деревья стоят все еще голые. Но хорошо, что у нас есть специальные корреспонденты на острове Кипы. Они готовы хоть сейчас нас окунуть в лето. Мы находимся на руинах одного из самых древнейших городов острова Салямис. Он был основан героем Троянской войны Тывкаром, который после возвращения с фронта был изгнан своим отцом. Приплыв к берегам Кипра, он основал город и дал ему название своей родины Салямис. Он выбрал это место не случайно, так как здесь крайне глубокая вода и гавань возле города могла разместить целую флотилию военных кораблей. Но город не использовался только в военных целях, сюда приходили суда и они торговались Финикей и Египтом. После землетрясения 4 века до нашей эры город был частично разрушен, а некоторые здания даже ушли под воду. Царь Константин велел полностью восстановить город и перенес сюда столицу, после чего его начали именовать Констанцией. Город просуществовал тысячу лет и был окончательно разрушен и покинут своими жителями только в 647 году. Салямиса была самая большая площадь среди всех эллинских городов. Она имела форму прямоугольника и ее окружали колонны. И уже в то время был водопровод и поэтому там все время бил фонтан. По бокам площади находился храм Зевса и храм Гермеса. С 4 века до нашей эры здесь были самые лучшие современные бани, в которых уже в то время находилось водопровод, канализации и отопление. А в соседних помещениях находились горячие и холодные бассейны и рядом парады. В Салямисе находился самый большой амфитеатр Средиземноморья. Он состоял из 50 зрительских рядов и мог вместить себя около 15 тысяч человек. А этому туалету уже несколько тысяч лет. После такого путешествия хочется побольше солнышка и свежего воздуха. Хорошо, что сейчас начались выходные и можно гулять сколько угодно. Но не будем вас задерживать, здесь все самое интересное мы вам уже рассказали. Впереди вас ждет инструктаж в погоде. С вами была Ева Куракина, до скорой встречи. Покататься на велосипеде, вырыбачить, потрюкать на самокате. Это мои планы на следующую неделю. А какие у вас? Чтобы лучше разобраться, я расскажу вам о погоде. В начале недели будет дождливо и придется отложить все свои планы. А потом распогодится и вы спокойно сможете погулять со своими друзьями. С вами был Матвей Парок. Пока-пока!